любители мясной мы назвать хитрукий лена я житель южной части украины заводчик птицевод перепела вот кто делится на первый раз кто 9 она постоянно сейчас я делаю такое дополнение сейчас вы бачите тушку тушку мускусной утки яку я приобрела на территории украины инкуб яйцо кинцы января 2023 года заинкубировали и 3 марта 2023 года у нас инкубировались утки из 20 яиц був из 20 купленных яиц був один единственный неоплот то були яйца эмбріони но не вивелись и були а до вихода вилупилась у нас 16 утят 16 утят як мы не продавец новин писал в объявлении что это мясная утка тяжелая мясная так и их и купила на сегодняшний день это у нас 7 августа 2023 года но всего качурца я резала его вчера и даже вот бачите холодильнику був трошки обвитрився значит вы можете посчитать сколько ему там дней по моему 120 чем из дней цему качурцу но и я же сделаю такое дополнение у меня прошлый год была инкубация утки и была мясная тяжелая чисто немецкая из нюрнберга утка то есть были у нас теки три качура три качура вот так же самое я их патрала так же самое разбирала все идентично и в чистом весе качур у меня заваживав пять килограмм вот так как есть вот это все шея лапы там шоу попчик сердца печеночка в него и вот этот вот хвостик ши есть было пять килограмм теки той один качурец який я думала что то будет уточка зарезала то він був 4 600 точно не помню есть видео на канале в плейлист я підкреплю белая мускусная утка мясна значит чего качура вот посчитайте 3 марта инкубировали сейчас сидим на скитами ну грубо говоря месяцев апрель май июнь июль август пять месяцев и там скільки пару дней хочется по месяцам хочется по дням считайте кто понеделем отсчитывается все по-разному значит эти утки содержались в теплом помещении в перепелятнику они у нас зимовали выигрывались все и про цих белых мускусных уток я рассказала что на головах у качуров карали совсем другие и визуально вон и длиннее как огурцы они легкие у них не такая легкая лапа и про каннибализм их ней тоже освещала на канале и сейчас вот буквально дней пять ци качури ганяются за качурами и ганяются за качечками качечек в половину меньше вот к примеру 10 качуров и 6 качечек вот так есть и получается что они ганяют качури за качурами целыми днями они находятся на траве и каша им дается но они не доедают вмоченное зерно им дается они не доедают потому что у нас сильная жара на траве такой как из париж и давалась им кукуруза зеленая но они и пащишу не едят жарко и вот значит корняться на тих кармах яки я делаю то есть без соевой макухи это все у нас злакове пшеничца и мясо косно значит сейчас будем их вважить я кто его вважить я его вообще не вважила вообще даже без понятия який у него вес но понятно молоденький жара ну вот таких вот я говорить пищи кивда пенёчки чистився вин хорошо так как и всегда я чистю зерном от их пищей пощищу и нема так хорошо я почистил но где не где то вот такие то можно вытянуть белая птица ребята это прекрасно и цвет у нее красивый и если здесь есть пищик вот такие примеру то его вытянув и и все ну черная темная птица или цветная коричневая шоколадная она тоже красивая но надо уже и резать коли там от пищей нема потому что визуально конечно трошки совсем другая что мы делаем значит я его сейчас вот так внимание тут разобранный всю птицу от перепелов до крупных до индюков до гусей и до уток вот так куры я все так раз фахматею есть видео на канале добреса в разделяла и мне так удобно значит тут у нас шо 0 ложу я цего у так а качура скетив год я ему вам сказала чем питаются сказала и видео про них есть якобы не так вот качурець идем вся три четыреста три с половиной до 496 ну так як юго тя шея воно с той стороны тоже зачищена вот шея зачищена лимфоузлы тут все выбрать и и вот тут такая вот шея же на шею я ставлю за его шейка воно зачищено все цего качура в нитки надо будет ошмалить значит сейчас шею приберу ну чё ты пикаешь но я хотела одним одним видео хотела вони пикают чтобы не монтировать что такое старились еще сегодня тушки чекан под слабый чешу вот так сделаем вот такую проверочку по весу все правильно и что я делаю лапу по лапы его лапы сюда все когти обрезала обузы кухти забылася ваще когти надо зарезать ну то что я еще зачистю значит пупчик желудочек чистенький це его вот так я наверх поставлю вот сердце сердце видите какие красивые вот как бы час сердце красиво таки широким шикарно сердце вот так вот я его разрезаю оттуда если есть какие звезды воно вымывается и сердечко чистенько або если его не разрезать потому что где-то готовить будет там плавать или в бульонах или д и печеночка печеночка красивенько ну цепочка обветрена вот такая чистенько печеночка ци качки дегельминтизацию проходили лет препаратами так 3800 и вложим вот эту вот его его шею его все в ящичку на спусту идем вся 4134 все оцей качур в пятимесячном возрасте на свободном выгуле есть и вы не не дужи ель потому что жара зелень избирательна и плюс ванэ у маны спортсмены ванэ гоняются друг за другом то есть они уже покрывают и друг друга и качечек так вот я вам показала кому интересно ця информация кишца улени качки по цим качкам я сейчас просто это видео 1 загружаю но есть видео где я показала какие карали в них то есть у качура вот такие красивые тут возле головы возле дзюба карали нарастают они не такие как у цего нюрнбергерского качура совсем у цего мого я показала який він гладенький а вот этих вот качек у них очень красивые такие как розочками карали очень красивые в общем вы поняли ребята четыре килограмма если еще его подержать ну пускай месяца два если бы они не ганяли друг за другом не занимались гомосексуализмом друг с другом их бы можно было подержать еще месяц и возможно там бы наросло еще пол килограмма ну может грамм 700 800 если бы было трошки похолоднейше прохладно тоже птица больше такая есть больше на траву ну пускай грубо говоря там может и до пяти килограмм набуло но в том у нюрнбергскому качуру да в него там туде трошки и вот такая вот грудина був ла и форма у того качура була на стол вона така знаете как как виде роляр на вона якась ну красивая была форма на цехе и сразу говорила что вон и як огурцы но не маленький цей качур можно сказать по весу и по тих условиях содержания по тому кормлению это не маленький вес качура не маленький вот ну качечку одну мне пришлось зарезать так как ее сбила не машина три раза вообще за их жизнь они у меня паслися вот за воритьми и попалась что они не понимали что едет машина надо убегать а водитель лекий летая у нас тут по бурковки вообще у нас тут такие граве вот такие булыги и вон и летают но соби бьют и вен нашу качку просто сбив то у нас совсем была маленькая цд из месяц назад было вот ну и ляшечки мне бы казать есть по кишкам кишки сами кишечки отмените кишки напоминают як в утки муларда совсем такие тоненькие 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 и их совсем мало не так как есть вот это и в пекинке в ней его там от тербуха такие стерва полно и кишка сама грубая куб ролерных курей от кишечки совсем тоненькие но мне кажется что оно есть у них такого агрессивного потому что они каннибали долбали друг друга а тема на что были качки они не долбали друг друга значит кров куда ушла от этого качкура отдала зели собаки я в ведро собрала там десь грамм 150 собака вихлептала значит кров пирья вот эти вот открыли пирья они идут на огород в компост в землю чтобы для перегнивания самая пирья самый пух можно собрать и его продать цыгане покупают на подушки там на какие-то куртки где они сдают тоже можно но что я сделал я взяла вот этот все перо весь пух собрала ну то есть сняла и перемешала из проваренной крупой пшеничной вот и пшеницы все это слопали и цыплята и гусы и тишь сами качки и куры слопали за милую душу ничего не потерялось могу сказать десь хай там 95 процентов все они слопали но лучше же сделать вот это вот перо пух то есть перья без вот этих крыльевых взять перемешать из крупой пшеничной вот и залять кипятком и проварить чтобы пирья именно отдала от той жирочек вот и воно ше мягкийше стало то есть я еще попытаюсь ше так сделать так сделать то я делала курина воно сильно острое тоже проваривала перепелина если в сухом воно просто разлетается воно легкие вновь у витр воно летает все что никто его есть не будет то есть цей качур пищу еще на корм на таку перьеву добавку вот сейчас они конечно не долбай друг друга каннибализма нема у них проснулась гомосексуальность такая ну я кому-то называется ну общим качур скачуром гулять то есть они сейчас стали половозрели таки и говорила шоу даже и раньше я говорила шо цех цех утокики я приобрела их хорошо выращивать на мясо тоже мясо как бы сказать есть вот но мне кажется шоу вон и бишь идут як яичном мясного и с выводимостью хорошим с оплодом хорошим может я в чомусь там и ошибаюсь но цитики тики мои вот такие предположения и наблюдения за поведением цих качек потому что у меня раньше были и мускусные утки но они были простяки качур у меня десь четыре килограмма три с половиной набирал и резала я его десь у шесть месяцев но они были более спокойные у меня мускусы не были такие каннибалы ничего такого не происходило как сейчас у меня были такие белые белый черный или черно-белие вот такие ряби и было чисто белье ряби черно с белым и будет чисто коричневый но от коричневый шоколад не кто говорю кто коричневый кто на них каже красный такой самой формы были вот крупные хорошие до бели быть тоже без тонкий щебу и ну в общем вот такие результат мускусной утки в результате пять месяцев и вот я вам показываю что у нас выросла по кормам я все показывала пшеница кукуруза 10 процентов ячменя вот и мясо косно травы в обе визобилии чтобы не было вода постоянно вот сейчас вы чуете хэкая качур социальный дракон и вот він тут тоже гоняй них всех площадках можно сказать десь метрив 16 на 20 даже на 25 вот вот такой площадки вон еще сути все гоняют полтора десятка вот это гоняют что делается творится поздно вечером и что творится ранним утром это может быть и в четыре часа утра может и в шесть часа утра то есть у них тут оргии начинаются качури качачок покрывают и еще дополню ребята и еще дополню можно было зарезать если мне ця линяя оцех мускусных уток не нужно я их вырезаю не буду я их выращивать значит можно было мне зарезать мускусную качечку и потом качури потому что качури они еще и так и киндюки в них еще нароста больше жира все вот но они вот эти качури они затрахают качечек они тяжелые они жмут ламают качечки убегают и они не доедают и если их самих оставить они потом меньше находят они его износить насилуют он ховается он не доедает он худе и может тоже при такой жаре то есть погибнуть или я уже дорежу там шесть не то вообще-то качечек сначала вырезать надо было а потом качури в качури бы наросли я делаю так ци неугомонные мужчины режутся первыми вот а качечки уже после них пускай качечки будет трошки поспокойнее вид них них сексуальных и таких прихотей вот и я их вырежу потому что смысла не маях оставлять позже вы не будут друг друга насиловать и я же говорю друг друга там загоняют качури всех вырежу и потом буду вырезать качечек я это режу мясо не на продажу все что я выращиваю из мяса кроме перепелов ну и части там может куриный а это все для нас на питание значит это для себя значит сегодня зарезался качури так как я сегодня седьмого резала была занята другой работой я не зарезала еще одно качури значит завтра еще одно зарежу буду так вам постепенно показывать одного другого третьего значит как я выбираю качури я не выбираю там чтобы каждого переваживать или я я дивлюся при том как я выбираю качури на зарезку який винот более шире более такие белые шеи более такие не мутный и на голову я покажу вам видео дымись на каралы если в него все это голова красиво красно и красивым цветом разноцветкой там рисунок такие кораллов красивый значит вот вен есть вот такие надо было бы брать оставлять на племя венма не первый ухода на мясо вот а ты и ки трошечки в вниз слабейшие развиваются кто выращиваю кури вы бачите да да у петушка в одно гребень такие красивые сережки все он активный он бишь таки сексуальный его и оставляют на племя вот и так же само по качурам если каралы чуди слабейшие вот значит он и стрессу и его гоняют он не доедает значит он будет жить чуть дальше самых таких заявных любовников я их первых вырезаю не переважаю письма подавилась так визуально оценила и все и он иди не за резку цей бигав цей ганяв цей там насиловал но есть таких три от среди них там выбираешь потом опять десь два три дивиться среди них и выбираешь и вот так дальше дальше и вот эти вот больше активные они будут вырезаться а те которые будут уже трошки как говорится они смогут дух перевести то они будут и больше туда и есть и подъедать и может вес лучше будет набирать не будет их никто ганять по жиру ну что тут ребята жиру жиру вообще вот 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 ложка тут жиру то можно сказать что ничего вырвать просто сейчас мне не удаётся а может и удастся ну вот вообще это можно сказать что качур вин вообще не жирный там кишечек мало было такие же сами и есть муларды тоже в них там кишек мало и жира мало и мясо ну вот такие качурець мне сейчас его надо ашмалить вин чистенький все чистюющий проверить где достаточно пищика ножиками ашмалить и все я его буду тушить в оковской амвесской кастрюли стушу и думаю наверное вот эти вот крылья и хребет сам то я зварю бульон потому что очень давным-давно уже это все мы у нас съели сейчас таки перекусы перекусы лапы вот эти пидут на бульон ну шайку шайку можно и стушить можно и на бульон вот так я думаю дала вам полную информацию все вот полностью вам рассказала и показала вы як дивитесь представление то что я говорю вы собю как бы казать включаете и понимаете о чем речь если бы у меня не было этого немца нюрнбергерского качура то возможно бы можно было поставить этих мелких качечек то есть если бы я не планировала десь в поиске других яиц но я такая что я могла бы даже и отказаться от таких потому что это на нервной почве не каждый хозяин может выдержать ну так как я потом расскажу вот значит по цим качурам я и вот каждого буду резать я буду вам освещать показывать сегодня 7 августа 2023 года завтра че послезавтракал и буду резать буду показывать и по качечкам буду показывать и по весу тоже буду вам показывать вот так вот таких качек мы показать хотелось бы собесок племя создать но не получилось как бы ольга моя говоря ну ничего есть мясо еще хорошо что есть больше качурев потому что качечка ела як бы условия там двигаться за на и все ну качечка маленькая качур хай там качечка будет два килограмма качур 4 килограмма то есть тут две качки в одном качу непонятный костей трошки больше ну я говорится утка семиминутка а цего качурами наверно зиму за полтора суток давно мясо не ели давно мясо не ела шейшей качи но давно не ели воно знаете как быстро так раз-раз и уйдя так пишите комментариях яку вы любите часть мяса ольга моя вот это все любы вот я люблю все что ниже целяшки хвостики вот это вот жирочек сочно но если это все здесь ты то можно уже потом уже есть и вот это вкусно вкусно тоже все вкусно все молоденькие вкусно выращены самыми самыми на самих на своих самодельных кормах конечно я их на стартовом корме держала трошки дольше дось месяца полтора на старте потому что было весна вот и прохладно я им не жалила давала старт по яким из там вакцинам пропойкам антибиотикам ничего чего я не рубила единственный теки делала дегельминтизации потому что я кидаю дожди болото трава вот эти личинки бацилы всякие там все это давалось дегельминтизация но давалось двума препаратами одним препаратом и потом через месяц давалось другим препаратам потому что щас ты их препаратов за кем я работала их нема а вот эти и сейчас есть я не уверена в их ней ну не уверена можешь оси вышла можешь не вышла плюс у нас в кормах есть полынь и есть листья грецкого ореха это в составе кормов вот таки получился у нас результат всем всего хорошего выращивайте птицу хочет и на рынок на продаже хочет и для самообеспечения ну конечно пограться надо вода выколы было отключение электричества а у нас выключали с ноября по начало марта от да вон еще у нас инкубировалась свет еще и выключался то есть в инкубаторе находилась яйцо на искусственном обогреве то есть бутылки а сами утята тоже щаниками горячими и с фонариками вот ну в перепелятнику для было печное отопление я рассказывала и показывала он и у нас там выгревались а бавилась а бавилась 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 и выбавила себе такие вот мясо значит мясо мы скушаем а косточки все ребята не пропадает зря косточки собакам они даем c трубчики кости и очень опаснее вон и уже таки стекляне вон и не мягкие кости уходит на мясо косну мясо косну для молодняка цыплят для перепелов и для тех же самых уток то есть и перо у меня ушло як мясо косна перьева подкормка да и кости у меня уйдуть на мясо косну мясо скушаю я сама вот и голова тоже на мясо косну уже отварена уже она переработалася вот так то есть мавши качура у меня с него ничего не пропало тільки от этих вот крылья тут таки махови крылья то це все собираются и десь на городе під якийсь куст канавку під дерево и не мало вас таких насажения значит на клумбу прикопали червяк все органику переработали в компостную кучу кинули воно все там буде перегнивать перетрубшие питание тоже грунту надо ну я думаю уже все полностью вам сказала и про вес и чем кормила и историю приобретения чем выращивала все 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 и плюс то что мы получили воно як в природе на яблонька выросла и семечки выросла яблонька тут же ж вона притяняла растение кипитали ей им корневую систему и це ж самое яблочко плод падает опять в грунт и вин своим уже мякотю не тоже да и питание для корня для дерева то есть аналогично так же все ничего не выбрасывается лично в моем хозяйстве ничего не выбрасывается мы мусор конечно сдаем но там такого у нас не мало мусори пира нема мусори костей нема и уточек у нас там нема потому что мы выращиваем так чтобы оно все у нас росло и не пропадало одного качурця раздолбали бок ему вот так и мне потом пришлось его я показывала видео да раздолбали загнали защипали раздолбали вот так бок тоже девочки мне писали что там чемуся его подлечить ничем девчата не можно подключить я так дивилась там уже аж кишки було видно от одного вони раздолбали ли я кодолбали сильно то в минус один качур и из 16 у всех голов и качку сбила машина то есть у нас получается 16 минус 2 14 14 но сейчас есть 13 вот так 13 видео лена вам будет и показывать может здесь будет меньше был качечок буду резать и по 2 штуки одна качка для меня маловато всем спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал можете поставить пальчик вверх можете поделиться птицеводческих группах фейсбука одноклассников дешевы состоит айки в телеграм-групах вот можете там поделиться информации цель информация более бы до полезно для кто хочет уткой заниматься и як задавайте вопросы пока есть утки я все рассказываю показываю вот так вот так ребята все всем добра всего наилучшего ци утята цель мяса у нас получилось из покупных яиц и кими приобретали на территории украины инкубировалися у нас в инкубаторе в яком находились куриньи перепелиньи и утиньи яйца всего вам доброго и до новых встреч а нам смаколиків хороших всем пока